Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Брисбена с очередным видео, где видео идет без монтажа, без редактирования и говорится только о правде. Сегодня я продолжаю тему сахара. Я уже записал пару видео, о которых я выложу, линки в конце, о сахаре, фруктозе и результате диабета. Очень много было отзывов, и люди говорят, наверное, что-то еще нужно рассказать, потому что это не все. Есть еще проблемы, которые сахар вызывает на уровне мозга, и, конечно же, есть. Сегодняшнее видео давайте поговорим о самом важном, я считаю, органе тела, это мозг. Я хочу напомнить, что это видео из серии «Поверьте мне, я не доктор». Я не доктор, я не буду советовать никаких небес и ничего, потому что я верю, что почти любую проблему, если они запущены, можно решить путем правильного питания. Также, если вам понравилось это видео или другие видео на этом канале, пожалуйста, сделайте мне одолжение, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. YouTube увидит, что видео интересно и продвинет его вперед. Я хочу, чтобы многие научились понимать, что есть выбор, если хочется сладкого, но что делать, если нельзя кушать сахара, особенно диабетикам и людям, у которых есть привычка. Давайте начнем сначала. Сахар действительно вредит мозгу. Как он вредит мозгу? Наш мозг питается на глюкозе. Наш мозг – основной источник, не источник, потребитель энергии. И вы можете сказать, ну все, если мозг потребляет энергию, если ему нужна глюкоза, вот мы едим сахар, вот глюкоза. Что врачи нам не говорят? Мозг не любит всплесков. Да, он питается на глюкозе. Первое, они не говорят, что глюкоза – это не единственное топливо, на котором мозг может питаться. Второе, они не говорят, почему сахар плох. Мозг не любит всплесков глюкозы, и мозг может питаться на кетонах. Чем кетоны лучше, чем глюкоза? Первое, кетоны выделяются печенью, когда нет глюкозы в крови. Из-за того, что они являются печенью, поток кетонов постоянный, нет всплеска. Мозг любит постоянную энергию. Второе, что хорошо с кетонами, что у нас полно топлива для кетонов. Это кислородное обогащение жира, которое разбивается печенью на кетоны, и эта энергия может быть постоянно и не будет никаких всплесков. Что же плохо в глюкозе, когда она попадает в мозг? Из-за того, что попадает в большом количестве, приходит так называемое воспаление мозга. Это мы не чувствуем, потому что в мозгу нет нервных окончаний. Но нейроны, которые разговаривают друг с другом с помощью электрического сигнала, начинают плохо контактировать друг с другом. И таким образом они деформируются. И развитие новых не получается. Это первое, что происходит, когда вы переедаете глюкозы. Второе, это привычка. Привычка к сахару. Было очень много диссертаций написано, сравниваемых привычку к сахару, как привычку к наркотикам. Было перечислено много наркотиков, которые говорят, что привычка сахара гораздо сильнее, чем привычка к наркотикам. В зависимости от сахара колоссальная. Человек не может себе отказать в сахаре, тем более, когда он есть везде. И третье проблема с привычкой, это... Представляете себе, если вам что-то дали, вы себя чувствуете хорошо, а сахар вызывает гормон, как это называется, допамин. Это гормон хорошего ощущения. Он короткоживущий. То есть, чтобы вам постоянно поддерживать, нужно еще больше и больше. Поэтому люди, которые питаются в основном углеводами и сахаром, они почти постоянно голодные. Им нужно кушать 4, 5, 6 раз в день. Если они кушают только 3, прямо перед тем, как кушают еду, они постоянно голодные. Это ненормальное явление. Так вот, представляете себе, вам дали что-то, вам это понравилось, и до того, как вы начали разворачивать, у вас это забрали. Такое же ощущение у нашего мозга, когда мы поедаем сахар или глюкозу, или продукты с большим количеством углеводов. Он вызывает гормон допамин, допамин вызывает счастье, инсулин выходит, убивает глюкозу в крови, разделяет ее на жир, и организм говорит, счастье закончилось, ну на еще, а вы еще не даете. И получается состояние, которое в многих диссертациях будет приравнивать с депрессией. Очень много людей, которые решили бросить сахар, либо вернулись в потребление сахара, либо у них это вызвало депрессию. Очень нехорошее явление, и потом я расскажу, как с этим бороться. И последнее, то, что я хочу рассказать, не последнее, предпоследнее. Большое количество употребления глюкозы влияет на память. В принципе, очень много линков, большое употребление глюкозы с болезнью Альцамерга. Дело в том, что когда большое количество глюкозы, нейроны, которые работают на электрических импульсах, в голове, которые умирают, и появляются новые, старые умирают, а новые, когда много глюкозы, не могут оставиться. И когда нейроны умирают, получается, что вот это общение между частью мозга не получается, и человек теряет память как таковую. Вот. И потом опять-таки настроение. Настроение опять-таки от гормона допамин. Настроение это сильно влияет, потому что постоянно, как бы, как американские горки, хорошо-плохо, хорошо-плохо, и в конце концов это привозит к депрессии. И последнее, не все это плохие новости, последнее самое хорошее, если вы прекращаете потреблять сахар у мозга, если вы будете помогать, допустим, хорошими жирами, такими как омега-3, омега-7, и не будете потреблять сахар, есть возможности восстановления и нейронов, и всего остального мозга. И вот это вот, всех негативных эффектов, которые произошли до этого, или большинство из них. Что же можно сделать, чтобы избежать такого эффекта, но продолжать кушать сладкое, вкусное? Дело в том, что есть сахарозаменители. Не все сахарозаменители хороши. Я потом сделаю отдельное видео, где я буду рассказывать о сахарозаменительных, но пока что я хочу сказать, что если вы идете в кафе и выйдете на столе сахар и сахарозаменитель, есть два сахарозаменителя, которые основных, и это сахарозаменители, которые будут убивать бактерии в желудке. Да, они не будут вызывать инсулин, да, они не могут, не будут влиять на мозг, но они будут влиять на желудок, и потом это будет влиять на печень, и опять-таки будет влиять на мозг совершенно другим путем. Есть два хороших, как минимум, сахарозаменителя, которые не перерабатываются организмом, и вызывают чувство сладости. Первое, так называемый монгфрут, но это очень дорогое, и второе, это эристроцроу, или еще его один вариант, который его называют еще стивия. Вот, если вам хочется чего-то сладкого, если вам хочется сохранить свое здоровье, старайтесь не кушать высокоуглеводных продуктов и вообще избавиться от сахара, используя сахарозаменители. Спасибо большое за просмотр! Если понравилось вам это видео или другие видео, подписывайтесь, ставьте лайк, и до следующих видео! Гриша из Брисбена, большой привет!